По зову сердца и велению души. Несмотря на отмену массовых мероприятий, в День Победы мемориалы во всех населенных пунктах республики были усыпаны цветами. С утра и до вечера люди шли к братским могилам, чтобы почтить память павших солдат Победы. Портреты своих героев несли с собой или выставляли в окна домов, как это было во времена пандемии. Насколько важна память, в Приднестровье хорошо понимают, когда видят, как страны-соседи сносят советские памятники. Запрещают символы Победы, да и сам День Победы переименовывают, пытаясь стереть этот праздник с людской памяти. Что значит этот праздник? Очень много для меня. Я День Победы больше всего считаю праздником. У меня отец воевал, говорю, и деды, и там его братья погибли, и все. Гордость, конечно, чувствую. Для всех огромный праздник. Память о павших, погибших, чтобы был мир. Радость, гордость, что мы живы. День Победы – это в первую очередь мир и голубое небо, чтобы был такой день, как сегодня. Вы знаете, смотрела по телевизору, сегодня вот это вот все прокручивалось. У меня я вообще такая сентиментальная. Я целый день плакала. Ну, вы знаете, мы не пережили вот это вот, ну, хотя бы вот по видениям кинофильмов и документальных вот этих вот съемок. Все вот это переживаем, как будто бы все это было с нами. И не дай бог, чтобы все это повторилось. Чувствую радость и скорбь. Это большой праздник. Для меня это самый главный праздник в году, даже больше, чем Новый год. Мой отец был ветераном войны. В 43-м году его забрали на фронт. Прошел он вот до Берлина, он не дошел, его ранили. Был в госпитале, и потом его отправили в Краснодарском крае. Он разминировал, был сапером. Еще до 48-го года аж разминировал. Вот для меня это большой праздник. Особенно для молодых надо это помнить. Это главное. Это что-то должно быть. У нас какая-то идеология должна быть в нашей стране, понимаете? Если не будем ничего помнить, это знать, американские фирмы смотреть, то далеко мы не уйдем. Мы должны помнить свою историю, своих ветеранов и следовать их заветам.